Здравствуйте, меня зовут Яна Сквацова, я приветствую вас на своем канале Мода Эджи Дима, канал о море и красоте, также об умном шопинге. Итак, это видео я хочу начать с того, что одна моя хорошая подписчица, она со мной на канале вот просто с первых дней, всегда оставляет мне очень хороший комментарий, к сожалению, получила аллергическую реакцию от использования листерина в качестве дезодоранта. И, соответственно, впредь я буду оставлять под всеми своими видео, под всеми своими рецептами красоты, которые я использую прежде всего сама уже очень-очень много лет, а также используют даже мои дети. Вот в случае, например, с листерином мой старший ребенок использует листерин, неразбавленный, в общем-то, как дезодорант для ног. И мне даже в голову не пришло протестировать сначала на Егоре, на небольшом участке кожи листерин, потому как я нигде не встречала, что вызывает аллергическую реакцию. И, соответственно, пожалуйста, будьте осторожны. Действительно, все эти рецепты, что называется, сделай сам, они очень индивидуальны. И, наверное, действительно стоит тестировать на небольшом участке кожи, прежде чем применять. Хочу сказать по поводу листерина, что листерин я применяю по всему телу, потому как летом потеешь очень сильно. И, в общем-то, в зоне бикини я применяю листерин, на ноги, безусловно, листерин. И, в общем-то, даже вот в область здесь шеи тоже я применяю листерин. На самом деле, я говорила, у меня есть распрыскивание, в котором я, в общем-то, вот так вот распрыскиваюсь. И особо деликатные зоны, в которых скапливается запах, не будем их сейчас называть, но я думаю, все понимают, какие. Я промакиваю специально тампоном, и у меня, к счастью, никогда не было реакции. Мне очень-очень жаль, что вот у моей зрительницы случилась аллергическая реакция. Поэтому я оставлю под всеми роликами, которые касались соды, которые я использую как скраб для тела. Я ничем не развожу, и мне не дает никаких ни покраснений, ни шелушений, и так далее. Я также говорила, но, в общем-то, упоминала в ролике, что, безусловно, я не призываю вас так делать. Я наношу на кожу лица неразведенный яблочный уксус. Я не увидела никакого хорошего результата, но и никакого плохого результата. У меня не было ни ожогов, ни шелушений, ни покраснений, тоже не было. При этом хочу сказать, что у меня деликатная кожа, у меня все-таки светлые глаза и не очень темные волосы. Поэтому, видимо, мне просто повезло иметь такую кожу, которую очень многие вещи может на себе вынести. Также скраб с солью, возможно, вам не подойдет. Обязательно протестируйте его. Но, в общем-то, я вернусь и отредактирую все ролики, оставлю комментарии в описании к видео, что нужно, безусловно, тестировать на аллергическую реакцию. И, повторюсь, мне очень-очень жаль, что мой совет привел к такой нехорошей ситуации. Поэтому, пожалуйста, осторожно с листерином, с содой, с уксусом, ну, вообще-то, со всеми рецептурами, которые мы берем из холодильника. Они все все-таки очень индивидуальны. А сегодняшнее видео будет посвящено моему наряду. Я получила очень много комплиментов. Большое спасибо. Когда я была одета в точно такую же блузу, но зеленого цвета, и, в общем-то, в ремень примерно такой же. Кстати, это тоже Max Mara. И этот ремень я тоже купила на диффузионной тессере за 10 евро. За 15 евро я ремни там не покупаю, потому как, если я могу купить их за 10 евро, я знаю, что они доходят до распродаж, то, в общем-то, я покупаю их за 10 евро в режиме онлайн. Мне был задан очень интересный вопрос по поводу интернет моих покупок. Я запишу в этом видео. Но сегодня я бы хотела посвятить все-таки моему наряду. Прежде всего, чтобы вы могли, если вам понравилось, могли такой же наряд себе составить. Здесь работают совершенно простые правила. О них я расскажу в другом ролике. Сегодня я коснусь вот таких поясов. Я уже говорила, что это так называемые, на мой взгляд, это репсовые ленты, но я могу ошибаться. В Италии такие ленты называются Gross Gain. Соответственно, их очень легко купить. Их можно купить в самом обычном магазине Кройки и Шитья. И я думаю, что в России тоже можно купить их в подобных магазинах. Хочу сказать, что в итальянских магазинах Max Mara такие ленты без вышивки отрезают бесплатно. Потому как у них есть отдел, где они имеют линию для свадьбы. И вот такие ленты они примеряют на будущих невест в качестве пояса. Я думаю, ни одному официальному магазину Max Mara не составит труда отрезать вам этих лент, как случилось со мной. Мне там отрезали совершенно, в общем-то, не жалея в метротуре. Три цвета. И вот до сих пор я их использую. И завязываю их сзади на бант. Но бант можно завязать и сбоку. И хочу сказать, что это все-таки не так удобно, как пришить несколько клепок, заклепок. Это можно сделать совершенно просто. Купив в том же магазине Кройки и Шитья все эти заклепочки. Все это делается очень хорошо. У меня есть черный ремень, который из себя представляет тоже самую обычную ленту, к которому я сама нашила другие более тонкие ленты, подобие корсета, потому как лента сама по себе шире. А вот эти тонкие ленты я взяла с коробки Dolce & Gabbana. Они, когда делают интернет-продажи, в общем-то, вещи приходят в таких красивых коробках. И коробки либо перетянуты, либо на них самих, в общем-то, есть такие завязки. Они, видимо, туда вклеены. Я эти завязки отклеила. Потом пришила себе на пояс. Все, в общем-то, все у меня очень хорошо работает. Эти ленты очень оживляют любой наряд. Эти ленты, они лучше, чем пояс, потому как, если вы будете их завязывать, вы сможете задрапировать. Они хорошо держат. Вы можете даже тогда не использовать вниз резинку. Но в целом, если вы будете использовать резинку самую обычную, они у меня есть в видео, и поверх вот такую ленту у вас все задрапируется очень-очень хорошо, потому что ленты все-таки, они скользят. Соответственно, если вы их не утянете, а, допустим, пришьете какую-то стандартную заклепку, то есть вы не сможете регулировать потом ширину ремня, исходя из того, толстый на вас свитер, либо платье, либо тонкая материя, соответственно, он будет либо болтаться, либо будет очень узок. Поэтому гораздо удобнее использовать все-таки на бант завязывать, и плюс это проще, не требует никакой обработки. Мои ленты обрезаны просто ножницами, крайне обработаны даже лаком бесцветным для ногтей, но если вам хочется, если сыпется лента, то можно обработать бесцветным краем, бесцветным лаком для ногтей. Также очень хорошо смотрятся атласные ленты. Эти ленты можно расшить, опять же, все эти кристаллы, они продаются тоже в магазинах кройки и шитья, они вот продаются в виде вот такой уже аппликации, то есть нужно просто прихватить вот в нескольких частях по бокам и, допустим, сверху снизу. Но по собственному опыту могу сказать, что такие нашивки стоят достаточно дорого. А вот что стоит дешево, так это ободки для волос, которые вы найдете в Заре, которые вы найдете в Манго, соответственно, отрезайте резинки, пришивайте те же самые красивые декоры, в общем-то, сюда на такую ленту, и у вас будет вот такой прекрасный пояс. Себестоимость его, наверное, будет, ну, примерно 10-15 евро, как и в моем случае. Единственное, что в моем случае я могу это все купить в Италии в интернет-магазине, мне все это бесплатно домой приедет. А, возможно, в вашем городе такого магазина нет, где все это продается за такие вменяемые деньги, то, соответственно, вот можно выйти из ситуации, сделав все себе самостоятельно. Такие ленты, я тоже запишу об этом видео, но где-то уже упоминала, прекрасно подходят для того, чтобы обработать края вот таких простых блуз. Чем эти ленты прекрасны? Они прекрасны тем, что мы можем подобрать любое сочетание. Вот мы думаем, что красный хорошо с зеленым сочетается, нам это сочетание нравится, мы берем зеленую ленту, и вот такие простые блузы, хлопковые, либо любых других цветов, но я очень люблю такие варианты на белых, потому что очень красивый контраст получается. С темно-синими, с зелеными лентами, с желтыми лентами сюда бы прекрасно подошлась желтая лента. Можно обработать край рукава, соответственно, подшить внутрь эту ленту, это можно сделать тоже самостоятельно, минимум усилий, в общем-то, максимум результата, либо можно по низу блузы тоже, в данном случае это блуза, по низу блузы тоже обшить вот такой лентой, и вы получите очень-очень хороший результат. Ну и, в общем-то, это все, что я хотела вам сказать. В следующем видео я разберу конкретно, как подобрать себе такой наряд, потому как здесь, в общем-то, задействованы совершенно простые, совершенно очевидные правила, вы без труда сможете повторить в таких цветах, либо в любых других. Ну и в завершении видео хочу еще раз для вас напомнить, проверять все, в общем-то, даже мои рецепты, которые я использую годами, и я уже где-то говорила, что на просторах интернета есть много вариантов использования той же самой соды, но я рассказала вам о тех способах, которые использую сама. Не стала упоминать те, что просто вот можно нагуглить. И да, у меня нет никаких реакций, к счастью, и мне очень жаль, что у одного моего зрителя вот такая реакция аллергическая случилась. Это была Яна Скворцова, всем хорошего дня, пока-пока!